Лучшие партии звездного дуэта в эти минуты грандиозным гала-концертом завершается фестиваль, посвященный 50-летию творческой деятельности Екатерины Максимовой и Владимира Васильева. Сегодня на сцене Большого театра в их честь танцуют звезды мировой хореографии, ведущие солисты Большого и Мариинки, а также артисты Парижского и Римского театров. Многие из участников гала-концерта ученики Екатерины Максимовой. Среди спектаклей, в которых блистала легендарная пара, особое место занимает балет «Анюта». Поставленный Владимиром Васильевым на музыку Валерия Гаврилина, этот спектакль родился из одноименного фильма-балета, где блистала Максимова, и оказался именно тем спектаклем, которым дуэт прощался со сценой. Накануне главную партию исполнила ученица Максимовой, молодая балерина Марьяна Рышкина. Вместе с ней на сцену вышел и сам Владимир Васильев. Репортаж Елены Ворошиловой. Для гримера Зинаиды Османовой, народный артист СССР Васильев, так и остался Володенька. Зинаид Феоргиевна, я знаю еще со школы. 53-й, 4-й. Никаких капризов на гриме, только удивление. Сколько я помню, все мои герои в начале характерных партиях, они были все старше меня. Мне все время приходилось делать себя старше. Теперь вот надо делать моложе. Он долго не мог решиться на постановку «Анюты». Братца Зачехова было страшновато. Победило упорство Александра Белинского, который невозмутимо подсовывал Васильеву музыку Гаврилина. Музыка, которая встала перед моими глазами, которую я увидел, я не услышал только. Но она заставила меня поверить в то, что это можно сделать очень интересно. По артию «Анюты» Марьяна Рышкина мечтала танцевать сразу, как пришла в «Большой», под впечатлением от танца Максимовой. Она получила разрешение Васильева, но ее педагог Раиса Стручкова пресекла мечты дерзкой ученицы. И она, когда услышала мое желание, она сказала, после Кати, это же какой надо быть актрисой. И я как-то очень испугалась. Я думаю, действительно, я слишком дерзка в своих помыслах. С новыми деньгами герой Васильева Петр Леонтьевич не особо похож на банкрота. Ну, с этим просто можно было купить, наверное, менее какое-нибудь. Я думаю, ладно, зритель этого не увидит. Васильев не думал танцевать партию Петра Леонтьевича. Готовясь к постановке «Анюты», он никак не мог найти нужный экипаж. Когда все сроки истекли, надо было приступать к съемкам телефильма. Васильев сам вышел в этой партии. Больше 20 лет «Анюта» идет в «Большом». И каждый раз новых балерин сравнивают с первой «Анютой Большого» Екатериной Максимовой. Сама Максимова партию «Анюты» Рубиконом в своей творческой карьере не считает. Ко времени премьеры она перетанцевала весь репертуар «Большого» и успела поработать с пяти дзефирелли и бежаром. Каждый спектакль, он очень трудный. И технически, и актерски, и эмоционально. И сказать, что «Анюта» была, так сказать, намного сложнее других спектаклей. После «Тарантеллы» Марьяна Рыжкина даже хотела отказаться от своей мечты. «Тарантелла» этот знаменитый кусок на балу, «Анюта» все делает на пальцах. То есть все свои движения, она по кругу, не опускаясь на полную стопу. И когда я первый раз попробовала, я думала, что вообще не стану за этот спектакль. У Марьяны Рыжкиной задача не из легких – дотянуться до планки ее звездного педагога. Да еще под пристальным вниманием Максимовой она в зале. И это при том, что рядом с ней трагедию маленького человека на сцене Большого вновь переживает Владимир Васильев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Елена Ворошилова, Олег Левитин, Служба информации, телеканала «Культура». Елена Ворошилова, Олег Левитин.